Я хотел бы представить вашему вниманию доклад, посвященный теме методики, вернее не столь распространенной на пределах нашей страны, но достаточно интересной для внимания. Это рентгенхирургическая перкутанная пункционная гастростомия. Не секрет, что при возникновении опухолеводисфагии у пациентов возникает нутритивная недостаточность, что приводит к ухудшению общего состояния и срыву специального противоопухолеводисфагии лечения. Таким образом, необходимо персонифицировать подход к обеспечению адекватного питания для каждого пациента конкретно. На сегодняшний день подхода два – это парентеральное и энтеральное питание. Энтеральное в свою очередь делится на неинвазивная трансназальная постановка трубок и инвазивная гастростома и юностома. Вариантом для обеспечения наиболее длительного питания энтерального выбора является гастростомия. В свою очередь, исторически первые гастростомы успешно наложены были в 18-м столетии. Россия здесь не отстает ни в коем случае. Так, первая гастростомия в России установлена на год позже этого срока. Спустя еще одно столетие прогресс движется и стремление к мини-инвазивным методикам, в свою очередь, в 79-м году позволяет установить гастростому пункционно под контролем эндоскопии. И спустя два года первая рентгенхирургическая гастростома устанавливается в Германии. Что касается нашей страны, то опубликованная первая рентгенхирургическая гастростома датируется 2014 годом. То есть, по этому параметру мы сильно отстаем. Дальше следует отметить преимущества рентгенхирургической методики относительно методики эндоскопической ПЭК-гастростомии. В первую очередь, не требуется никакой анестезии, лишь локальная. То есть, нет седации, нет интубации, нет вентиляции. Пациент поступает в операционную после проведенной паримедикации. И, собственно, в эти же сутки начинается кормление. На следующие сутки пациент выписывается из стационара. Эта методика не требует проведения через опухолевый стеноз или структуру эндоскопа. Соответственно, не происходит травматизация тканей. И также исключены риски рефлюкса в ящное дерево во время выполнения этой процедуры. Также ключевым преимуществом рентгенхирургической гастростомии является то, что в 100% случаев выполняется гастропексия. То есть, якорная фиксация передней стенки желудка к брюшной стенке, которая позволяет создать достаточно выраженный по площади спайку между желудком и передней брюшной стенкой, что минимизирует возможное развитие как малых, так и крупных осложнений после установки. Следующим преимуществом является то, что рентгенхирургические гастростомы легко заменяемы и легко удаляемы. Поскольку это баллонная гастростома по типу катетера фолея, соответственно, баллон легко может сдуваться, и гастростома извлекается в амбулаторных условиях. Также заменяется, в отличие от большинства эндоскопических гастростом, которые имеют фиксированную площадку. Существуют также низкопрофильные гастростомы, которые доступны пациентам, и использование низкопрофильных гастростом максимально комфортно и безопасно в повседневном использовании на дому, либо в рамках стационара. Также в литературе освещено осложнение эндоскопических гастростом, которые характеризуются имплантационным метастазом. То есть при проведении эндоскопа через опухоль, конец эндоскопа обсеменяется опухолевым материалом, который потом осаждается на здоровой ткани желудка и передней бюджетной стенки, вызывая локальный опухолевый рост. При рентгенхирургической гастростомии такие осложнения тоже нивелированы. Показаниями к рентгенхирургической гастростомии, как и к любой гастростомии, является необходимость длительного энтерального питания для пациентов. В первую очередь мы рассмотрим онкологические показания, такие как опухолевая дисфагия, дисфагия на фоне болевого синдрома, ожог либо лучевая реакция после проведения или во время проведения дистанционной лучевой терапии, пищеводно-тахиальные и пищеводно-бранхиальные свищи. Показания неврологического профиля – это боковой амитрофический склероз, дисфагия связанная с центральным генезом, как последствия инсультов и так далее. Хирургические показания тоже требующие налаживания длительного энтерального питания, это возможно отразии пищевода, травмы, рубцовые структуры и так далее. И следующий момент, также гастростома пункционная может являться декомпрессионной, то есть при дистальных блоках ЖКТ, когда в желудке скапливается желудочный сок, возможность присоединения подкреатического, билярного содержимого, чтобы все это дело не переходило в разряд рвоты, декомпрессионная гастростома имеет место на существование. Более того, методика позволяет помимо банальной гастростомии выполнять гастро-июностомию двухпросветную, то есть один канал служит для декомпрессии желудка, следующий канал – для энтерального питания за связку трейца. Противопоказания к этому методу, поскольку метод мини-инвазивный, они тоже имеют характер относительный, ну, в первую очередь, как и к любой хирургической процедуре, это нарушение гемостаза, состояние гипокоагуляции. У пациентов, находящихся на фоне химиотерапии, это глубокая лейкопенея, поскольку можно индуцировать риски инфекционных осложнений после имплантации народного тела гастростомы. Локальные проявления, то есть инфекция либо инфильтрация кожи в месте имплантации. Стоит осторожно относиться к пациентам, страдающим язвенной болезнью желудка. Обязательно нужно учитывать возможность проведения дистанционной лучевой терапии на область имплантации порт-системы. Также, если мы имеем в виду опухоли пищевода, то необходимо обсуждать с хирургами необходимость и место локализации трубки гастростомы, дабы не помешать дальнейшему формированию пластического стебля. Системное проявление сепсис противопоказания однозначно. Асцит – это относительно противопоказания, поскольку перед процедурой можно достаточно дренировать брюшную полость, и процент образования спайк потом также приближается к 100%. И интересное наблюдение – это высокое расположение желудка. То есть у пациента проекция газового пузыря, она, собственно, проецируется в грудной клетке. В этом случае невозможно наложить как рентгенхирургическую, так и эндоскопическую гастростому. Пожалуй, лишь хирургический открытый способ позволит решить эту проблему. Этапы установки заключаются в том, что процедура, поскольку рентгенхирургическая должна производиться под контролем ЭОП, электронно-оптического преобразователя, соответственно, в рентгенхирургической операционной. Для визуализации желудка производится инсуфляция воздуха либо через тонкий назогастральный зонд, либо при невозможности проведения каких-либо зондов или катетеров в пищевод, это пункция тонкой иглой под УЗИ-контролем и инсуфляция раздутия газового пузыря желудка через иглу. Визуализовав желудок, необходимо произвести разметку выбора максимально безопасного и эффективного места для пункционной гастростомии. В свою очередь, желудок – это орган без выраженной фиксации в брюшной полости, имеет анатомические вариации и необходимо подходить как с визуализацией с помощью рентгена, а также с визуализацией при помощи УЗИ, поскольку два органа по соседству – это левая доля печени и селезеночные сгибы подочной кишки – в связи с своей анатомической вариацией могут попадать под проекцию пункции иглы. Это необходимо исключать. Данный пример – компьютерная томография пациента с, собственно, такой АТП, когда левая доля печени фактически полностью перекрывает желудок, нераздутый желудок. И здесь же прилежит нисходящий отдел ободочной кишки. Ну вот спереди от печени мы видим поперечную ободочную кишку. Этот же пациент – фронтальный срез, когда гипертрофированная левая доля печени, вот эта нисходящая селезеночка из гипободочной кишки полностью закрывает желудок. Данному пациенту удалось после тщательно выверенной разметки провести успешно гастростомию пункционным рентген-хирургическим способом. Этап установки заключения. Мы в своей практике используем полноценно адаптированные установочные наборы, сочетающие в себе четыре якоря для гастроэпексии и фиксации, пункционные иглы, инструменты, проводники. И, наверное, важный момент стоит отметить ступенчатый интродюсер, то есть телескопический, который содержит в себе предустановленные бужи разного диаметра. Преимущество заключается в том, что, делатируя переднюю брюшную стенку, не приходится вынимать буж из стенки, снимать его с проводника, вводить новый. Поскольку, переходя к более высоким цифрам диаметра, возникает риск подтекания как желудочного сока, так, собственно, свободного воздуха в брюшную полость при замене бужа. Здесь мы этот момент исключаем. Этап установки, повторюсь, в гастроэпексии – это установка якорей. Как правило, по классической методике, это три якоря в форме треугольника, которые позволяют подтянуть переднюю стенку желудка к брюшной стенке, и максимально обезопасив дальнейшее введение гастростомы. Внешний вид якорей с, собственно, пуговичными фиксаторами. Якорь состоит из металлического стержня небольшого травматичного, который находится в просвете органа, рассасывающейся нити, период рассасывания, который составляет около двух-трех недель, после которого якорь, собственно, самопроизвольно лизируется и отпадает. Следующим моментом является, собственно, пункция меж трех якорей введения проводника ступенчатого интерадьюсера в полость желудка. Это нам позволяет вводить дальше гастростому после предварительной проверки, так как баллонная гастростома характеризуется, чем баллона. Важно отметить, что нами для первичных постановок гастростомы используются безразмерные универсальные трубки под любую толщину брюшной стенки. Спустя шесть месяцев мы рекомендуем нашим пациентам замену этих трубок на низкопрофильные, подобранные индивидуально под размер толщины брюшной стенки пациента. Почему исходно не идем на низкопрофильные? Поскольку пациенты, как правило, набирают вес после первичной имплантации гастростомы, плюс спадает послеоперационный отек и инфильтративная анестезия в этом регионе. Дальше происходит раздутие баллона, фиксация универсальной гастростомы внешним фиксирующим кольцом и заключительное рентгенологическое исследование. То есть здесь мы исключаем наличие пневмоперитуанума, исключаем затеки патологические контрастного препарата и подтверждаем наличие гастростомического баллона в просвете желудка. Материалами и методами здесь представлена группа пациентов, в которые мы включили пациентов с заболеванием пищевода и заболеванием лор, локализации, таких мы насчитали 30 человек. Успешность выполнения в 100% случаев. По полу превалировали мужчины в 27 случаях, в 3 женщины. Средний возраст составил 61 год. Технические процедуры выполняются в районе 20-25-30 минут. Если без особенности, ну, в среднее время посчитано нами это 25 минут. Объем кровопотери, ну, цифра 0, поскольку, наверное, грязные салфетки просто считать нет смысла. Средний койко-день нахождения в стационаре составляет порядка 1. То есть только один пациент у нас выписался из стационара на второй день после установки по семейным причинам фактически. И средний период наблюдения в среднем составляет 109 дней от 5 до 264. Ну, не предел, нужно набирать больше опыта, больше времени, больше наблюдений. По структуре диагноза в 10 случаях это пациенты с раком пищевода, с опухолиодисфагеной на этом счете. И это те пациенты, которым не было либо показано стентирование пищевода, либо стентирование было невозможно в связи с анатомическими характеристиками. Остальную группу 20 пациентов составили пациенты с заболеваниями лор-локализации. Осложнение было 3 малых осложнения. Первое – это травматический разрыв баллона после падения пациента. Поскольку ранее была выполнена гастропексия, ход гастростомический не потерялся, соответственно, гастростома была восстановлена. Во втором случае пациент не заменял воду в баллоне, баллон сдулся, попал в переднюю брюшную стенку. Не вызвав серьезных осложнений, пациента продолжали кормить. Нами была выполнена переустановка гастростомы в этой области беспроблемная. И у третьего пациента в связи с отсутствием перевязок возникло антекста передней брюшной стенки, разрешенная консервативно. Если оценивать мировую статистику, посчитанную на 1500 рингенхирургических гастростом, то можно ответить интересную закономерность в сравнении с эндоскопической гастростомией. Поскольку применяется гастропексия, число серьезных крупных осложнений, таких как перфорация органов, перитонит и кровотечение, практически, грубо говоря, в два раза меньше по сравнению с эндоскопической методикой. Что является, собственно, обоставанием того, что установка перкутантных рингенхирургических гастростом – это несложная, безопасная и современная методика, и должна быть рекомендована к более широкому внедрению в клиническую практику. Спасибо за внимание. Спасибо, спасибо. Вам остается назвать «Цена вопроса». Цена вопроса варьируется от, собственно, курсов и внешней конъюнктуры нашей страны. Когда-то это начиналось от 15 тысяч рублей за установочный набор и 2 тысяч рублей за саму гастростомическую трубку. Ну, на сегодняшний день цена составляет в районе 20-25 тысяч рублей. Ну, это по самым скромным подсчетам, да? Нет, это объективно. Фирмы-распространители реализуют трубки как больницам, так и частным лицам. Коллеги, пожалуйста, еще кто-то хотел бы задать вопрос? Пожалуйста, коллега. Да, конечно. Более того, в данный доклад не включены такие позиционирования, когда у нас был пациент с раком... Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Короче... Возможно. Гастро-юнионостома – возможный метод. Декомпрессионный и питательный. Такое понятие, как пролежень, есть при выполнении подобных гастростом? Не создается сдавливание брюшной стенки, соответственно, исключена ишемия. В нашем наблюдении такие случаи не отмечались. Хорошо, коллеги. Поблагодарим еще раз выступающего.